В эзотерической литературе существует мнение, что желания являются побудительным мотивом для эволюции, и исполнение желаний, даже Вселенная настроена на то, что желания бы исполнялись, и что это исполнение является средством для духовного роста. Нужно сказать, что это не совсем так, поскольку это не соответствует традиции славяно-арийской и не соответствует мнению ведических первоисточников. Но в частности, в первоисточниках сказано, что желанием все мироздание одето, желание — недруг познания и света. Враг мудрости мудрых ввергает в пылание то алчное пламя в обличье желания. И веды подтверждают, что желание — это очень мощная сила, разлитая во Вселенной. Но они говорят о том, что эта сила как раз человека привязывает к материальному миру и вводит его в состояние в белке, в колесе, которая вечно бежит, вечно старается, вечно преодолевает препятствия, но это всего лишь вращение колеса. В данном случае имеется в виду колесо сансары, цепь рождения и смертей в материальном мире. Чем же тогда нужно руководствоваться, когда стараться правильно относиться к деятельности в материальном мире и к исполнению желаний? Нужно просто различать разницу между желаниями и мечтой. Мы, как суть духовная, суть, неподверженная пространству и времени, являемся искрой Всевышнего Прародителя, которая нас ведет к Нему. То есть по пути от соотстановления человека, затем Богом и затем выход на равные взаимоотношения, личностные взаимоотношения со Всевышним Прародителем. Вот мечта нас ведет к этому через деятельность в материальном мире, поскольку является более одухотворенной и более возвышенной силой, которая побуждает нас эволюционировать, как в материальном мире, так и в мире энергетическом, так и в мире духовном. А желания нас привязывают к материальному миру и превращают белку в колесец. Может быть, может в этом помочь разбор этимологии слова. Но можно было бы сказать, что слово «желание» означает словосочетание. «Иже, Ла, Ни-Е». «Ла» — это просветление души. «Иже» — это то, что. А «Ни-Е» — это не есть. То есть желание в виде словосочетания «Иже, Ла, Ни-Есть» означает, это просветление души не ведет, не есть путь к просветлению души. А этимология слова «мечта» состоит из двух слов «меч» и «та». «Та» означает «то, что», а «меч» в переводе не нуждается. То есть можно было бы сказать, что «мечта» — это та сила, которая является мечом, преодолевающим препятствия в росте и развитии души и духа. Обычно понимают люди, что «мечта» — это нечто возвышенное, нечто, ведущее к горнему, к небесному. А желание — это то, что, грубо говоря, навязывается нам средствами массовой информации «потребляй, потребляй, потребляй, потребляй». Да, в ведической традиции и в первоисточниках говорится о том, что нам нужно пройти все ступени познания в материальном мире. То есть сначала дхарму — познание основ основ и правил деятельности в материальном мире. Затем артху — познание основ экономического развития, ведущее к тому, чтобы мы стали сначала людьми, обладающими достатком, потом человеками, обладающими богатством и роскошью. Затем за дхармой и артхой следует кама, то есть познание всех чувственных наслаждений материального мира. Затем следует мокша — освобождение атаков материального мира. Так вот, мечта, как нечто возвышенное и ведущее нас к горнему, можно было бы расценивать как побудительный мотив к эволюции. А желание, наоборот, — это средство и побудительный мотив к привязке к материальному миру. Можно было бы ещё, с одной стороны, посмотреть на этот вопрос. Сравнивая побудительный мотив к исполнению желаний и побудительный мотив к достижению мечты, нужно ещё помнить о следующем. Мы пришли в этот мир, увлекомые своим предназначением. Подобно тому, как в семечке сливы заложено древо сливы, а в семечке яблони заложено древо яблони, каждый из нас имеет тот побудительный мотив, который ведёт его наискорейшим путём роста его эволюции, роста его духовного опыта. И именно поэтому мечта ведёт нас к развитию, а желание отвлекает от него. До того, как мы пришли в этот мир, мы с благословения богов и предков, в данном случае богини судьбы Макоши и её дочерей Долей и Недолей, получили программу для эволюции в материальном мире. И побудительным мотивом исполнения этой программы является зов нашей Живатмы, зов нашей внутренней сути, нашего истинного Я. Вот этот зов как раз и ведёт нас за собой. Он является маяком, чтобы мы в море жизни не сбились с правильного курса. Мечту можно сравнить с этим зовом, с этим маяком. А желание как раз можно сравнить с ложными целями, которые сбивают нас в прямого эволюционного пути. Поэтому у нас существует рок, который состоит из уроков, проявляющихся в нашем очередном воплощении для познания этого мира и увеличения опыта и возможностей. как раз является прямым путём для нашей духовной эволюции. А желание как раз вот этими окольными тропинками, которые уводят нас от прямого пути, отвлекают и уводят в сторону. Поэтому просто-напросто нужно понимать, что желание — это отвлечение от прямого пути, а мечта — это помощь к выходу и на этот прямой путь. Если мы правильно будем использовать термины, нам легче будет разбираться, где желание, отвлекающее от духовного роста, а где мечта, помогающая нам следовать по пути духовного роста. И таким образом нам будет легче ориентироваться в этом мире. Можно привести пример из ведических первоисточников. Один святой подвижник, завершая эволюционный путь в материальном мире, покинул тело и стал возноситься в духовные миры. И этот процесс шёл достаточно чётко, и он восходил всё в более и более духовные миры. И вот на определённом этапе этот путь восхождения замедлился и остановился. Он обнаружил, что находится в Золотом Дворце, окружённый роскошью, в окружении красивых наложниц, готовых исполнить любое его желание. И когда он с удивлением это обнаружил, он спросил Всевышнего Прародителя, «А что я здесь делаю? Почему я здесь оказался? И я интересуюсь верхними мирами, я стремлюсь к тебе, к твоему престолу для личного общения с тобой, Прародитель. Почему я в окружении прекрасных женщин, вижу, что это наложницы, почему я во Дворце окружён роскошью, вместо того, чтобы явиться перед твоей светлой очи?» И он получил ответ, «А помнишь, как ты в детстве, будучи нищим мальчиком, мечтал обо всём этом, испытывая голод, нужду и страдания материального мира? Вот теперь пришло время исполнить твоё желание». И вот когда оно исполнится в полной мере, когда ты отвратишься от всего этого, тогда ты можешь продолжить своё восхождение. Святой Подвижник сказал, «Да я уже давно отвратился от всего этого, мне ничего этого не нужно». Всевышний Прародитель ему ответил, «Но ты же вложил энергию, желание в то, чтобы это исполнилось. Теперь дождись, пока эта энергия не размагнитится, когда кармические реакции не иссякнут». Вот этот пример приводится в ведических первоисточниках, для того, чтобы мы понимали, насколько сильно желаниями мы привязываем себя к материальному миру и замедляем свою духовную эволюцию, замедляем восхождение в верхние миры. И в данном случае старайтесь различать разницу между мечтой и желанием, между роком и тем, что задерживает нас в этом мире. А если вы чувствуете, что вы развиваетесь правильно и постепенно осваиваете ступени овладения этим миром в виде Дхармы, Ардхи, Камы и Мокши, тогда вы на верном пути. Просто следите внимательно, что вас движет, что вас толкает в этой жизни. Желания, ведущие к материальным привязанностям, или мечта, помогающая вам, как маяк, достигать берега в бушующем океане жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok